Выносят этого котенка под майонезом. Так, все, поехали, съемка началась. Будешь под Чернобылем заходить? Дороговато, но... Так, сегодня у нас гость. Лучший шеф-повар. Один из лучших шеф-поваров на этой кухне. В Красноярске, да. Все, сегодня гость. Все, полностью будет руководить. Ты шеф-повар же? Сушер. Сушер. Это космос. Это... Это еще земля. Сегодня мы будем тебе помогать. То есть, там, нюхать лук, там, что-то чистить. Скажи, что будем готовить сегодня? Сегодня будем готовить главное итальянское блюдо. Лазанья. Ооо. Главное итальянское блюдо. Как звучит. Это звучит аппетитно, это вкусно. И полезно. Нам нужно, чтобы готовить. Итак, для приготовления этого блюда нам, конечно же, в первую очередь понадобятся вот такие вот листы для лазанья. Это самое главное. Это самое главное. Это основа. Также нам понадобится молоко. Ну, можно не просто квашь, но можно поменьше другое молоко. Конечно же, мясной фарш. А мясной фарш и молоко я потом не буду где-то зависать. Ну, там зависит от дозировки. Ну, намешает. Как надо. Дозировки. Ага. Я думал, газировки. Вот это вот золотая семечка, где написана на них газировка. Нет, это масло. Подсолнечное масло. Лук, лучок. Оно без газа. Подсолнечное. Самое главное. И все, что там? Нет. Ну, давай. Дайте человеку выпресс. Дальше нам нужно понадобится сливочное масло, репчатый лук, помидор, томатная паста и фишкой данного блюда будет твердый сыр пармезан, которого нам понадобится очень много. Итак. Ну, пока мне охота убежать. Сильно все сложно. Если бы не было тебя в этой форме, мы бы, конечно, уже заказали бы пиццу и все. Да. Поели лучше. Или ту же лазанью бы заказали. Кстати, я уже заказал лазанью. Мне все спицы привезли. Бонусом даже. Фантастика. Съел? Ну, съел. Я еще с девушкой, она все съела. Ну, такая была, да? Еще хуже, чем в сям. Да, ну давай. Кому-то масло. Так, давай я, наверное, с лука начну. Я думаю, начнем с соснового, начнем с соуса болонеза. А, ну соус, у нас еще соус. Артур, ты сейчас режешь лук. А я пока поснимаю. Начинкой. Все детство это делал. Все детство проплакали. Мне нравится твоя лысая башка. Можно потрогать? Да, потрогаю. По-настальгии мне. Давай идея эти отношения потом. Я вы... В Москве. Я готов. В Москве только такие отношения можно строить. Построй свою любовь. Можно я почешу твою лысину. Да. А что это вот в одеяло такое? Ну, я знаю. Баланс. Так, ну что мы должны сделать, да? Сейчас мы должны обзарить с луком фарш. Затем добавим туда томатные пасты. Немножко кипяточку, которая у нас уже скипяченая. И все это протушить с нарезанной потом помидоркой. То есть это будет наш такой соус баллонез. А томатная паста не заменит томат? Нет. Такого окраса красного один томат будет не в себе дать. И говягинка. Ешь свинину? Я свинину ем. Я... Ислам я еще не принял. Вот. Хотя хочу. Хотя хочу. Читаю про это. Да. Ну, это, конечно, юмор-юморок. На самом деле... Как бы я крестьянин. Вот. Люблю поесть. А что? Можно без слов, да? А что? Все такие. Все любят поесть. И поесть жирненько, вкусненько. Не знаю, как вы, ребятки, но по моему телесу уже, наверное, видно, что я люблю поесть. Конечно, конечно. Это в первую очередь, наверное. Ну, значит, и умеешь готовить отлично. Вот погляди на меня. Ну, что это? Ну, питаюсь только мятой. Жвачкой. Даня, дома ты часто готовишь? Какую, вообще, полезную пищу или какую ты ешь? Или какую ты ешь? Следишь ли ты за питанием? Я за питанием сейчас не свяжу, но я, если честно, фанат итальянской кухни. Люблю тесто, люблю пиццы, люблю лазаньи, люблю девушек. А, ну, как итальянцы, да. Как итальянцы, да. Монику Белуччи. Монику Белуччи. А что, она американка? Итальянка? Ну, она была в Италии, я думаю, несколько раз. Она итальянка. Жека даже не знает, кто это, понимаешь? Моника Белуччи, я слушал. Как она в телевидении? Что, ты сразу подумал, я вырежу это. Только эту ты видишь в Монике Белуччи, а ее великолепную актерскую игру. Назови хоть один фильм с ее участием. Ну, и что ты мне докопался? Ну, давай я тебе сейчас это, тупак, знаешь, что тупак. Итак, Евгений. Да-да. Сейчас мы приступим к второму соусу, который идет в нашу лазанью. Это соус бешамель. Как? Бешамель. Ты загадываешь. Это итальянский сленг, итальянский сленг. Бешамель? Бешамель. А, я слышал этот, нерусские разговаривали. Бешамель? Слышал такие? В автобусах едут и слышат. Бешамель, бешамель. Это машрутка. А, это Италия, бешамель, это другое. Ну, пусть будет Италия. Пусть будет Италия. Северная Италия. Нашего города Красноярск. Итак, Евгений. Да. Нам понадобится для соуса бешамель сливочное масло, молоком и мука. Так, для начала режь сливочное масло, оставлю его на сковороде. Если будет какой-то хосяк, полностью все сгорит, все хата запылает. Ты не виноват. Ты убегаешь просто, ой-ой-ой, менты пожарные. Я вообще не знаю. Вот эти два русских, типа, что-то рецидивисты. На виселицу их кинти вообще. Меня застапили, я тут ни при чем. Эта форма не моя. Можно вот эту надпись? Крупным планом возьмись. Возьмись сам. Возьмись сам. Данил Жуков. Если нужны какие-то блюда на свадьбу. На свай. Похороны. Не понял, как люди, может, не успевают. Мы в фарш добавили лук. Сейчас томатная паста идет туда. Жека, что делаешь? Соус бешамель. Соус бешамель. Как он готовится? Можешь сказать на таком же языке, на татаксском. Бешамель, бешамель. На итальянском. Амаль, флан, бен маль. Ну, в общем, Жека добавим в муку, в масло. Сейчас мы добавим туда молока. Стопил сливочное масло. Так, все, да, уже можно добавлять? Так, Жуявам. Сейчас вы зацените все. Ооо, так, соус полонеза у нас почти готов. Так, а сюда мы добавили просто молока сейчас. Значит, молока наливаем, ну, если у кого такая же бутылочка, литровая, да, вот примерно до последней полоски. Вот так вот доливаем, не стесняйтесь, ну, чуть больше половины. Центр 10 блюда мы уже сделали. И это, главное, это все потом слоями правильно положено. Кстати, пишите какие-то сложные блюда, если что, мы будем звать Даню. И он будет нам помогать. Может, нам надо засолить белых голубей. Все это Даня умеет. Белых голубей еще, на мой взгляд, вправляйте. Нет, действительно, а ты сможешь торт закваться? Любой вообще. Торт. Нет, это не вставляем. Нет, поток не надо. Торты, мне кажется, слишком. Слишком слишком. Да. А что такое? Чтоб удивить. Только ты не вставляем. Нет. Понятно. Я не удивлюсь, если даже вот это вот, только не вставляем, это будет в видео. Какие-то соусы болонезе, бешамель. Я бы уже это съел, как два отдельных блюда, но что-то хотят еще делать. Все, он готов. Давай, заливай. Не надо. Кипяток. Соусы у нас практически готовы. Домби, болоньезе и бешамель. Перейдем к предфинальной части нашей готовки. Листы лазаньи и сыр пармезан. Как я уже говорил в этом выпуске, что сыра должно быть в лазаньи очень много. Так что нам придется потереть два этих. В одну миску. В одну миску. Ну и без проблем. Хочешь, я сделаю это зубами? Хочешь, ты ногтями? Я думаю, на камеру это не стоит делать. Могу. Хоба. Сейчас сделаем. Жека, давай терку. Что, ты не знаешь, что терка? Давайте команды четко будем выполнять. Мы все служили в армейке. А я себе стараю. Ну, поскольку служили. Один трет. Ты сколько бы служил ты? Год. Год, два года. Ну, на всех нас. И что, мы не сможем выполнять команды, что ли? Да, быть не могу. Ты будешь помогать? Нет. Я тебя обидел? Нет. На смазанный лист мы укладываем наши листы барилла. Как вы заметили, я тоже пытаюсь внести маленькую свою какую-то часть. Как будто я тоже готовлю, чтобы сказать. А ты ее сейчас внесешь, Артур. Ты будешь... Или вынесешь. Смазывать эти листы нашим соусом без шамель. Буквально по ложке. Так, ну от души давали. Ну, вот так. Нет, целую ложку ее разматривать. Это все в первом слое? Думаю, ты мне поможешь подержать этот... Давай, давай. ...великолепный соус. Я помогаю держать. Болон езжу? Я держать помогаю. Итак, буквально... Я не мешаю. Да, ты не мешай. А буквально... Ну, что ты меня трогаешь? Противно. Тебя нравится? Нет, противно. Опять это начинается. Дайте я уйду. Уходи. Уходи. Мне кажется, мои люди не поймут... Равномерно мы... Тебя они никогда не понимали. Так мы все равномерно вот тут... Элегантными движениями. Элегантными движениями все так распределяем. Второй слой. Он не будет ничем отличаться. Как это? То же самое. Все делать то же самое смазывать. Удивился? Растительным маслом. Вот это да. Это уже бешенель. Это уже бешенель. Евгений, я поражен твоими навыками. Познанием. Познанием кулинарии. Сколько таких слоев будет? Четыре. Чувствую, ветерок сзади, человек гуляет. Это Адыч. Начал готовиться. Я же на Новый год буду танцевать. Да? Да, прекрасная площадь. Да. Третий уже. Это уже третий слой. Евгений, смажь маслом слой. Свою гаути. Это будет твой слой. Ты погляди на него, что творится. Ну ты попал. Переугадим. Для чего, Даня? Последний соус на Бэггерке. Болонеза. Да. Или бешенель. Бешенель Евгений, это был белый соус, который под соусом Болонеза. А шо это вы мне на вы? Ну я как главный на... А шо ты шокать стал? Ну и шо. Я как главный на этой кухне могу себе позволить? На вы. На вы. Ну, чтоб не треснуло. До треска буквально. Лучше до этого не доводить. Вот это мы дом построили, там этажей 5 минимум. Так, ну и естественная изюминка всего этого, это сыр. Много сыра. Пармезана. А кто знает, скажет, что это не пармезан. Это пармезан поверьте. Щедро засыпаем. Распределяем по всему. Давайте введя тогда, чтобы... Так как мы ее укутали, а? А не задохнется наша лазанья? Я думаю, от этого будет только лучше. О, щас она ютится там по дизам, так говорят. Из духовки печет. Из духовки просто пекло. Туман. Ставим. А не, 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 и другой стороны? Нет, так, чтобы доставать ремень. Нет, это так. Слушай, профи. Только это не совпадец. Дуковку разогреваем до 150-200 градусов. Выпекаем примерно минут 15-20. Да, где-то минут 17-18 прошло. Достаем нашу лазанью. Вот она. Этот запах... Ну, это бесподобно. Это бесподобно. Лазанья. Очень вкусно. Прям не верится, что мы сами своими руками, мы сами своими руками сделаем лазанью. Ну, все, спасибо благодаря нашему сур-шефу. Это вкуснота. Я не часто говорю такое мужчинам, но ты волшебник. Не, не, не. Я не часто говорю такие слова, но ты красавчик. Я рад, что вам понравилось. Это вкуснота. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Обязательно. Пишите комментарии. Все у вас будет вкусно. По идее, выключить должен я. Ну, я ближе к себе. Пока.